Ну чё, всем привет, ребятушки-ребятушки! Смотрите, сегодня Аринка ест лапшичку. Лапшичка называется ПП. Также, по совету одного блогера, Аринка ест капусту. Без майонеза. Капуста. Сейчас добавлю сметанки. Вообще, пишут, ой, как это можно сметану добавлять? Да, девочки, очень просто. Знаете, как это вкусно и полезно? Ой, ну да, 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 у тебя всё полезно, да? Сейчас, короче, поем. Полежу. Хожу в баньку. Видите, я сметанки добавила совсем чуть-чуть. Ой. Капуста настоялась, такая вкусная стала, вы просто не представляете. Очень вкусно. Аринка же умеет готовить, когда хочет. Кстати, посмотрела сегодня в магазине. У нас тоже капусту привезли по 25 рублей килограмм. О, вкуснятина моя. Так же хлебушек. Ну, как без хлеба, девочки? Ну, вы что? Вы знаете, что хлеб всему головам. Его нужно кушать всегда. Ну, а если вы не можете себе позволить, это уже ваши проблемы. Ой, всем приятного аппетита. Так, кстати, мне посоветовали глицину. Окей, я куплю. Ну, вам же понравилась Иринкина прогулка, прогулка по деревне. Так оно? Что хоть пишут мои друзья? Мои друзья, мое богатство. Где ты моя королева звёздная? Где-то вчера где-то говорила, что в ванне мылась, а сегодня уже башка жирная. Так я болею, вы что не понимаете? Вы что такие? А я, впрочем, утром просыпаюсь, мои волосы хоть выжимай. Понимаете, вот пока я болею, пока у Иринки бромхит или что там, не знаю. Так, Ирина, давайте операцию для похудея. Ой, куда, куда, куда? М-м-м. Так. Ира, давайте операцию для и похудеете, жизнь заиграет новыми красками. Да я согласна, я согласна. Вы понимаете? Это только в марте, это только в марте. Ну, как... Там очередь. Там кто-то говорил. Ой, она... К этому. Геетолог... Геетолог... Геет... 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 Она говорит, вот полежите, ягуну... Полежу. Геет, а мы определимся. Ягуну хорошо. Саша, девочки, Каролинка станет красивой. Ой... Худой. Понимаете, да? Ой, капуста. Ну, блин... После операции капуста есть уже никак будет. там это кстати вот это кто-то пишет ой ир хватит уже про миленького по миленького правда задолбало но что я задолбала возьми меня с собой он это он два месяца время в ночь работа так и ну сегодня у с утра до 8 время 7 в 9 он приедет я как раз успею в банку сходить он пишет любимая ты соскучилась по мне конечно дорогой мой соскучилась но то что я вам его не показывает и не значит чтобы нету короче кто-то уже не написал ой да мало мало что у вас такие вопросы интересуют капустовая бомба получилась вот думаю надо взять в его кишу она сделать по-другому так и лоо как-нибудь повкуснее но это тоже вкусно я хочу с клюквой или смородиной сделать вот черную смородину смотрела рецепт говорят очень вкусно надо попробовать так девостью свинья трикатерины сергеевна вот так она моя бульон то знаете у капуста какой вкусный он говорит съешь меня мария привет посмотри мне всегда пишет ирина как привет привет мария моя дорогая приятного тебе аппетита моя дорогая ну насчет операции тебе виднее да это мне только предложили в любом случае желаю чтобы было все хорошо спасибо мария спасибо у тебя еще хотел сказать вы думаете операция бесплатная нет конечно операция денег стоят я у меня спросила сколько дорог я не знаю тихо это звучит а что родные приехала в область самое удивительное знаете чем что там народу не было я приехала одна женщина сидела у кабинета она зашла хотя она не она приставлена была но она там у минут действия на посиделом потом вышел потом пришла другая женщина говорит ой это мне этот анализа забрать а можно я без очереди ну пожалуйста идите а там зачем эндокринолог сидит у него ними сестры нету никого просто список есть кто должен ее посетить в этот день и все не надо хотя не так типа без очереди ну как я скажу нет какая сидите и ждите ягода на едите чем понимаете да ой ну и все женщина вышла выходит это врач и говорит заходите я нашла мы с ней поговорили зажили-были мы еще дальше делать будем мне все я вам не буду говорить о чем мы разговаривали у того это кто-то написал психолог ну вам надо психологу сходить и мы этим участвовать в интернете шантирование желудка стоит от 80 тысяч до 200 ну не знаю мне это показал интернет может я приеду там еще другие будут цены не знаю не могу сказать то что кто-то мне там писал что типа квота да нету у нас такого в россии вы что у нас россии сейчас ничего бесплатного нет я даже анализы сдавала за свой счет у меня короче когда я поеду в марте попитаться государственным питанием мне надо будет сдать 15 анализов как в космос полетел там на гепатиты на туберкулез и так далее все я вам анализы говорить не буду я думаю вы знаете там только платных 5 анализов надо ждать потом что-то узи брюшной полости так что поеду поживу немножко на государственном питании вот там там уже будет видно ой как вкусно девки было понимаем вот так вот так чё у нас дальше по плану что у алина сергеевна дальше по плану сожрать вот такую трубочку какая вкуснотища ты не можешь наглядеться я приехала когда в понедельник у меня у меня вообще горло не дышало ну подожди мило сейчас пожеру и позвоню понимаете она мне еще какую-то ажу не поставила укачаетесь вкусно ой ну что растерним ее я попробую короче одна такая трубочка на 15 рублей я могу вкуснее бабки сделать у меня вафельница советская есть сгущенка смотрите как красиво лежит ну вот сгущенка кстати она вот без всяких этих знаете сгущенка бывает добавляют муку не знаю тут прямо это чувствуется что сгущенка ну понимаете не знаю но есть можно ну их тоже много знаете не съешь потому что они калорийные это короче у меня есть советская вафельница это давно на канале видел ну подруга говорит да попробуй попить вафли а я ей дала домой вафельницу она короче напекла начинила но у нее же муж есть ну а муж любит сладенькое ну напекла то она много и они вдвоем это все умяли им так понравилось они в следующий день снова пекли а потом она мне говорит ой че так вес пошел я не могу конечно столько сожрать тут не пойму ну вот и сгущеночка это йод вкуснятина ну да вкусно девочка вкусно сразу говорю как говорится жрать можно что это такое что это такое что это такое ужас вот так вот так ну че кофельку съела видите у меня сегодня почти по питаниям так кофейкам ударовка выпьем да а пашел заклеиваем ротскую скотч и не супер клеем супер клеем Потом идём в баньку. Идём в баньку. Ну и всё. Потом одеваемся. Кстати, голову надо будет посушить. Тут продует опять по чёртовой бабушке. Так оно. И это, миленький мой, приедет. Ну и поедем мы. Но в белом коне. Кутаться. Да, поедем мы в 4-комнатную квартиру. Да. Почти 100 квадратов. 97. Вот. Чё там? 4 комнаты. Раз. Два. Три. Четыре кладовки. Три балкона. Только, блин, живёт на третьем этаже. Пятиэтажка. Пятиэтажка на береговой. Вот. Четыре комнаты. Сколько я сказала? Раз. Два. Три. Три. Да. Три кладовки. Три кладовки. Три балкона. Короче, одна большая комната. А нет, две больших. Одна средняя, одна маленькая. Ну, почти 100 квадратов. Ну, что вы хотели? Так что, всё, девочки, мальчики. Вам приятного просмотра. Приятного аппетита. Кушайте вместе со мной и худейте. И не надо писать, что, ой, я, говорит, посмотрю тебя, потом, говорит, год мне жару. Ну, не надо мне тут пиликать на скрипке. И ты вместе со мной и наворачиваешь. Вот так оно. Всё. Всё, всё, всё. Я пошёл. Ещё, кстати, посуду помыть надо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok